Фамилия моя В Каде, теперь город Стаканов, где посмотрел первый раз цирк, это было давно, в 32-м году, цирк Шапитова, у нас цирка не было зимнего. Вот мне понравилось представление, я еще раз посмотрел, еще раз, и в конце концов я настолько полюбил цирк, что я решил, еще будущим арчуганом, стать артистом цирка. 36-й год, апрель месяц. Я ставил униформу, помогал артистам и усиленно репетировал. Потом я попадаю в один из номеров, уже партнером, делали мы номер Гири. В Гири я работал до 39-го года в хорошем нашем советском коллективе под руководством Евгения Владимировича Эйжен, коллектив номер 3, назывался он «Веселый теплоход». Вот в этом коллективе работы я готовил себе уже самостоятельный номер манипуляции. И в 39-м году в городе Владивостоке я, значит, просматриваюсь с новым номером «Сценка в ресторане», так называлось, так я его назвал. Вот. Ну, меня просмотрели и одобрили. С 39-го года я и стал уже артистом. Как такового номера с водой у нас не было и ранее, и нет и до сегодняшнего дня. Работаю пока с водой я один. То есть, смысл такой. Сначала и до конца моей работы в аттракционе появляется вода неизвестно откуда, и исчезает вода тоже неизвестно откуда. Причем она исчезает не просто как вода, а исчезает и часы, и появляются ведра пустые, и они заполняются водой и так далее. Значит, эта тема аттракциона, теперь будем называть водная феерия, заключается в том, откуда появилась тона воды и куда тона этой воды исчезла. Пока в настоящее время это не только моих близких, а и всех профессионалов является еще секретом. Тайна водной феерии не разгадана до сих пор. Хотя желающих разгадать очень много. И постоянно в каждом городе, а в частности, если говорить за рубежом, там меня испытывали на страх. Там выключали воду, там резали шланги, там перерывали манеж, лазили на купол, перерезали мне ведра. Но я все-таки работал. Кстати, там газетки так любят сообщать, эти вот курьезы, например, выключили в штокгольнюю воду. Говорит, газета уже сам символоков, мистер Дождь, не работай. А я работал. Потом они говорят, браво, мистер Дождь, он работал. Вот так вот мне и называют частенько. Водолей, водяной дракон, мистер Икс, мистер Дождь. Водолей, водяной дракон, 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 мистер Дождь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА